девчонки всем большой привет мы сейчас с анютой идем в школу я веду рюкзак ее тяжелый несу ну вот ну а сама пойду на остановку и поеду в икею иду уже считая ваши комментарии вот большая часть людей пишет про белый шкаф в принципе я тоже к этому склонялась что белый цвет себя выигрышный можно подобрать все к нему до делать вот сейчас поеду закажу вот там погуляя по икея хочу все посмотреть там всякую мелочевку вчера мы ничего не смотрели быстро по шкафам пробежались и все сейчас еду кстати снова очень удобным рюкзаком я вам его попозже покажу вчера тоже забрала заказ свалберс я его заказывал он такой классный он такой вместительный он такой большой а тот рюкзак я отдала детям вот если кого-то заинтересует потом могу ссылку оставить он стоит еще просто ну супер бюджетная цена у него была я даже сам сначала не могла поверить что за такую сумму можно купить что-то посмотрим по качеству ничего не могу сказать я думаю это будет видно спустя месяца два все тела нету в школу сама остановилась попить водички пойду на остановку и заодно вам сейчас сразу покажу рюкзак вот так вот он выглядит черный совесть как у глубокий сюда вмещается а4 формат листа без сгибания и в целое литровое что ли если большая бутылка воды полный рост очень вместительный тут меня и кошелек и пакет и зарядка и чё только нет его здесь сбоку карманчики тоже есть вообще классно сбоку вот тут я еще даже не открывал кстати не смотрела тут вот кармана 2 причем у них каждого есть свое отделение то есть это не один сплошное и вот тут вот тут у меня и маски и ключи и всякие салфеточки и губнушки губная помада то с ней и тут у два замка то есть вот так закрывается и вот так и делается он конечно же рюкзак сумка вот но я его ношу как рюкзак но можно и сумкой обалденная вещь самое главное чтобы долго прослужил ну и ручка есть тяжелый сейчас правда он из-за бутылки вот вот стоит кровать как у моих девчонок стоит 11000 вот в разложенном виде все я все заказала теперь хожу смотрю по мелочи все остальное прикроватной тумбы и кому смотрю что тут есть еще опять пришла я на эту кухню в которую мы вчера смотрели открывая все шкафчики смотрю тут увидел контейнеры есть вот такие вот небольшие вот кстати цены интересно посмотреть как это будет смотреться все как говорится в деле для спагетти большие разглядываю тут все все мелочевки наш посудомойка есть посудой увидела список общей стоимости товаров которые представлены вот в этой квартире 490 тысяч шестьсот тридцать семи рублей большая списочек ну тут такая вот небольшая комнатка и детская кухня с техникой спальня и прихожая с ванной для вас фоника такая интересная задумка всякие средства класть сюда и вот контейнер тяжелые какие идея как спрятать тряпочки мокрые и полотенце ткань что-то плохо ездить губки тряпочки все закрыто хочу такой вот купить держатель для пакетов и вот этот собрать и туда вот складывать пакеты и вот так как вытаскивать он стоит кстати очень дешево тут я смотрела на вал березь там намного дороже там 200 даже больше но я думаю куда его поставить можно будет прикрепить у нас нет шкафа где ему место но единственное что за шкафом можно или вот такой вот есть но не очень удобно мне кажется вот это лучше всего именно для пакетов все очень большой этот выбор наверное возьму и все-таки его найдем место и все пакетики наши спрячем потому что они не очень удобно ему нужно быть и как он и не очень удобно вот так вот вот так вот вот так вот вот первый раз вижу стальной цвет мебели вообще просто сам корпус весь стальной посмотрите и как на нем хорошо видны и следы от рук и пальцев и мне кажется это не отмоется никак на любителя на большого я бы сказала кухню я пока даже не смотрю я боюсь представить что будет если я задумаюсь увидела сейчас владельную доску так принципе она неплохая посмотрите какая большая и стоит она и так понимаю 1800 девчонки напишите кто такой покупал как она вам удобно и неудобно и шатается нет что подозрительно цена низкая и вот прикупила бы такую прям с удовольствием и ножки у нее большие так здесь что еще не видно тут смотрите как место для утюга придумали думаю наверное в следующий раз надо будет взять такую зашла еще в одну квартиру такое ощущение что ходишь у кого-то в гостях по квартиру себе для интерьера будущего присматриваю идеи сначала я решила начать со спальни а потом уже со всех остальных комнат здесь что тоже надо вот шкаф будет что-то докупать чтобы вот на этих полках как-то это все организовать тип такого может быть короба только тут пусто или вот девчонки смотрите как у нас прихожая получается размер такой же и расположением смотрите с этой стороны висит зеркало она вроде как и не мешает при входе тут корзина для всякие молочевки и вот открытая обувница можно даже сидеть и вешать сразу одежду мокрую и стоит шкаф для вещей это тоже все в прихожей он узкий как раз вот так вот вешать вещи нормально но это конечно большой и вообще не тот шкаф который я хочу но сама задумка мне очень понравилась то есть тут и грязная обувь и мокрая тут можно сесть детям когда одеваешься вообще прям отличная идея и но и зеркало вот с этой стороны выбираю сейчас ранку хочу такую небольшую наверное все таки остановлюсь и вот на такое на стоит 169 рублей хочу две купить или даже три поставить на прикроватную тумбу и на комод у меня будут черные ручки и вот как раз в сочетании с черной рамкой будет хорошо сейчас еще смотрю выбираю и кстати можно вот над кроватью потом повесить в черной рамке какие-нибудь или фотографии или там картинки короче будет видно сначала купим все поставим потом будем развешивать уже дроби стены или там просто наклеивать на обои такие вот всякие уютненькие рамочки метром так и хочется уже все повесить и сделать чтобы было идеально красиво но такого явно не получится белые точно нет это все будет сливаться у нас и обои светлые а вот черными кажется отлично вот кстати нашла самоклеящийся крючок чтобы стены не штробить например повесить просто картину вот отличное решение выход из проблемы но пока я не буду брать потому что это пока рано все взяла я три рамки поехала дальше выбираю сейчас контейнеры решила становиться вот на таких вот можно использовать как и под канцелярии как и под косметику я возьму на пробу парочку а потом по глубине если подойдет то еще до куплю есть разные такой поглубже вот они все хотела взять вот такой вот дозатор за 79 рублей мне он очень нравится но он в стекле и хотел его поставить на ванную и переливать до жидкое мыло но это вариант у нас не прокатит с детьми потому что ненадолго сразу разобьют они его все вот было бы то же самое только в пластике вообще бы проблем не было это что сейчас буду искать может что то есть вот прям очень мне нравится этот вариант но вот увидела две гладильные доски в разобранном виде это вот 1300 стоит в принципе неплохая устойчиво я сказала единственная под утюг нет и вот который я вам показывал до этого она конечно получше по цивильный по добротней следующий раз на куплю то сейчас я это все явно не унесу набрала тут уже я не знаю как я понесу все это а ехать далеко с пересадкой все девчонки наконец-таки я вышла языке оттуда очень сложно выйти в том плане что я наверное пока все он не пересмотрел не успокоилась тащу их мешок набрала кое-как сейчас дойду до бесплатного автобуса и поеду на все-таки на автобусе уже на улице стемнело пока я сейчас доеду до дома уже будет наверно часов 9 сегодня целый день я походила посмотрела а все мебель заказала завтра будет доставка после обеда собирать мы и будем сами если мы и сами не соберем значит будем доплачивать сборщика вызывать но еще не все детали есть наличие полок нет и чего потому что они штанг они будут после 15 числа и поэтому а нам придется в любом случае ехать после 15 числа сюда за этими полками потому что они стоимость меня не входили вот но и все в принципе после 15 числа я думаю у нас будет все готово ладно все девчонки я пошла я уже приехала домой меня илья встретил анюта делает уроки яночка развлекаются как может что это у тебя булочки не в том месте булочки ты все выучила уже закали челку до закалите челку и доучивай ну а сейчас значит по дороге мы купили вот такие вот мандаринки и зеленые взяли и желтые продавец сказала что вот эти вот зеленые мандарины слаще и вкуснее даже чем желтые сейчас попробуем вот и чего вам еще девчонки хотела показать я вам когда показала свой рюкзачок потом полезла вот в этот боковой карман и вот что я нашла подарок от продавца такие вот детских три резиночки и вот вся информация даже есть пожеланием очень приятно получать подарочки сейчас детям дам быстро растерпань а вообще рюкзак очень и очень классный забрала я сегодня свой заказ на озоне заказывала я там обувь для анюты на осень и на весну немножко взяла на вырост взяла представлять себе девчонки 35 размер уже скоро анюта догонит меня у меня 36 размер обуви вот как вы знаете прекрасно что мы ходили очень долго по магазинам с обувью выбирали выбирали и ничего в итоге мы не купили потому что мы просто не нашли ее размер и я решила посмотреть на вал березе на озоне обувь то же самое продается и там вот в итоге посмотрите я заказала из магазина карри но только эта обувь не обошлась в 2000 рублей точно такую же обувь мы видели в магазине карри за 2 500 а в озоне я и взяла за 2000 вот мы ее еще не мерили сейчас вам я покажу как она выглядит взяла на вырост на размер или на полтора даже больше но чтобы хватило нам и на весну вот так вот они выглядят кожаные но это скорее всего искусственная кожа вот на каблучке небольшом на завязках вот тут отрегулируется по объему ноги и на замке и самое главное что они не лакированные почему я не хотел брать лакированные потому что в них очень сильно потеет нога они во первых загибаются вот здесь вот когда она ходит этот видно прям очень хороший такой загиб трещина и лак облазить начинает но это не во всех но бывает такое и знаете когда вот ребенок койт шоркой друг об друга ноги вот здесь вот такие вот потертости есть надеюсь на кожи ну на такой вот корзами не будет видно потому что у меня тоже такие есть и в это не особо заметно вот так вот они выглядят сейчас анюта померяет их и даже если они нам будут немного великоваты то я в итоге все равно оставлю потому что мне кажется и выгоднее мы не найдем и вот именно такую модель как я хотела мы тоже не найдем вот так что на озоне на вал бересе можно выбрать хорошую обувь со скидкой мы уже правда искупались в пижамах все но решили все-таки примерить обувь анюта ну-ка давай поверни ножку вот так вот они выглядят но я конечно нам прям на пальчик велики но она сейчас их примерила на голую ногу там то есть даже нет носка ни одного вот отлично мне нравится повернись еще раз замечательно таки аккуратненькие ну на следующую даже весну нам они будет отлично тебе нравится да 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 точно из змеи на станке а ты уже большая да да очень важное дополнение к обуви и вот это вот все мои покупки из икеи сегодня буду показывать их уже завтра потому что получается уже и так слишком длинный влог больше 20 минут и не все любят длинные и не все смотрят до конца эти все товары я вам завтра покажу и сразу их покажу в применении вот расставлю все как у меня должно быть и я думаю так будет более полезней и интересней вот все девчонки буду на этом я с вами прощаться всем пока пока и до завтра